Музыка Знижение вытворших выдатков и повышение заработной платы. На этом первую очередь должны сконцентроваться местовые улады и предприятия. Про это сегодня в Гомеле заявил наместник министра экономики Беларуси Александр Червяков. В обл. выконками отбылась встреча актива Гомельщины с рабочей группой под керовницей наместника министра. Выводшение проблемных питаний и пошук суместных шляховых выращений – основная мета деятельности рабочих групп. Яны, до речи, наведывают у всей регионы краины. У составе – представники министерства и аппарата Урада. У Гомельской области рабочая группа наведала предприемства Добружского и Жлобинского районов. Сустрелась с керовницей бизнесменами. Ключовые напрямки – будавництво, инвестиции, працовные месяцы, заработная плата. По выниках деятельности рабочей группы в Аурад будут унесены пропановы по пытаниях развития экономики. Гомель развивает по-братимски партнерские совести с 17 городами и районами России. Областный центр «Акты» у нас упрацовнейшая с муниципалитетами городов-партнеров, ожитивляя суместные проекты по разных напрямках. Знешний гандлевый оборот за минулый год повеличился большим на 6%. Гомельчане поставляют в Россию молоко и молочные продукты, машины и механизмы, приборы и прилады, химическую продукцию. При этом на регионы по-братимы России припадает больше, как 74% от агульного объема экспорта в эту страну. Основная частка товаров – 36% – экспортуется в Москву и Московскую область. И еще больше за 20% товаров идут в Бранскую область. Сегодня у Гомеля отбудутся мероприемства, присвеченные 30-ти годию с момента створения Гомельского вагонного участка. Запланованные встречи его керавництва с представниками СМИ, демонстрации экипировки международных рейсовых техников и деятельности подразделения белорусской чагунки. Дарайше сегодня у его штате свыше тысячи супрацовников. На узброении парк с большим 200 вагонов. Дякую чему забеспечиваются пассажирские взносины с Минском, Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером и иншими городами. Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер Гомель» запрашает поговорить про домобудовництво в области. Что больше запотребовано? Индивидуальные домы або квартиры? Сколько стоит квадратный метр? Тихоткое – это справа – побудовать або набыть жилье. Удельники программы разом с глядачами разглядят испытания домобудовництва из позиций белорусских традиций. Добрый вечер, Гомель. У прямым эфиру сегодня у 20.40 на Беларусь, 4. Телефон студии 3.7.519. У Гомельской области с шостого красавика пройдутся дни российского кино. У кинотеатрах региона покажутся новинки, сярод яких картина «Час перших», заснованная на реальных падеях. А кроме того, глядачам представят мелодраму про кахання, фантастичный экшен «Танцы до смерти», драму «Рай», комедию «Кухня», «Апошняя битва». Сегодня у картинной галереи Гаврыла Вашанке открыться выстава «Арт-дизайн». У экспозиции дипломная работа наученцев и выпускников отделения дизайн Гомельского мастерского колледжа, створенная за опошние некольких годов. Померкование организатора объеднало усе экспонаты тое, что и они уздымают пытания, яке хвалюют сучасную молодь. Работы закарнают темы каханья и семьи, пошуку себе, проблемы экологии, историю и мары про будущую. У Гомеля вызначили лидеров школьного волонтерского руху «Удзеяни». Марафон добрых справ проходил подчас весновых каникулов. Школьники оказывали доброохотную допомогу, приводили у парада к двору и улице, допомагали пожилым людям, детям и живелам, наведывались концертами больницы. До волонтерского руху долучились 39 школьных отрадов. Удельники марафону отрымали дыпломы и памятные листы от городского детячого парламента. Марафон из Магнитогорска Кирилл Франюк добрауся до Гомеля. У своим забегу он переадолел 1300 километров и гэта сяреди на маршруту от Волгограда до Берлина. Миссия не только спортивная, а и патриотичная. У каждом городе вайсковой славы подорожник по махчимости, ускладая кветки до вечного огню. Он стартовал четвертого саковика, у день пробегая 50 километров. Добегча до Берлина, плануя до дня перемоги.